В последние выходные октября на Сочи Автодроме разрешился спор за звание чемпионов и обладателей Кубков России по автомобильным кольцевым гонкам. В классе Туринг Лайт не было равных Ивану Чубарову. Он сначала выиграл квалификацию, затем обе гонки и в итоге оформил чемпионство. В заездах призёры менялись. В первой гонке на подиум поднялись Алексей Савин и Роман Голиков, а во второй Артём Фридман и Леонид Панфилов. Вот только призёрами сезона стали не они, а Пётр Плотников и Андрей Радошнов. В классе Туринг квалификацию выиграл пилот СМП Рейсинг Егор Оруджев, но по итогам самой гонки Егор оказался вторым, пропустив вперёд Михаила Митяева. Тройку замкнул Артём Слуцкий, что вышел на старт СМП РСКГ лишь во второй раз. Кириллу Ладыгину хватило четвёртого места, чтобы обезопасить себя от чужих претензий на титул. Ведь его главный соперник Дмитрий Брагин на первом же круге попал в аварию, которая со стороны выглядела тотальной. Однако Брагин всё же продолжил борьбу. Во второй гонке Брагин совершил блестящий прорыв на второе место. И это при том, что победа для него была не важна. Он при любом раскладе оформлял заслуженное вице-чемпионство. А вот Павел Кальманович мог бы претендовать на бронзу по итогам сезона. Но её забрал Михаил Митяев, который в заключительной гонке приехал третьим. Финишируй Митяев ступенькой ниже, и награда ушла бы Кальмановичу. В обоих стартах класса С-1600 на подиуме побывал Егор Санин в качестве победителя и бронзового призёра. В первом случае кампании ему составили Рустам Фотхудинов и Василий Владыкин. Во втором победитель Михаил Грачёв и Илья Родькин. Такой расклад подарил Санину Кубок России. Серебряным призёром стал Рустам Фотхудинов, а бронза досталась Василию Владыкину. При равенстве очков с Михаилом Грачёвым у Василия оказалось больше побед. В классе Суперпродакшн судьба Кубка оказалась под вопросом, поскольку команда «Лада Спорт Роснефть» подала апелляции на «Софит Рейсинг Тим», усомнившись, что весовые параметры машин соперников отвечают требованиям. По факту первую гонку сочинского этапа выиграл Николай Виханский. Вторым и третьим финишировали Владимир Шишенин и Самвел Искаянц. Во второй победителем стал Вадим Антипов, призёрами Самвел Искаянц и Владимир Шишенин. При утверждении этих результатов обладателем Кубка России становится представитель «Софита» Вадим Антипов. Его напарник Дмитрий Лебедев получает серебро. А вот вазовский пилот Владимир Шишенин претендует только на третье место. Продолжение следует...